Выставочное пространство сквера «Юность» наполнилось уникальными кадрами, рассказывающими о победном пути легендарного видновского металлурга. На четырех стендах представлена 51 фотография с момента основания команды и по настоящее время. Фотографии из фонда ФКЦ, но в архив нам их предоставил Плотников, который создавал книгу «Легендарный металлург». Также это фотографии еще и от корреспондентов «Видное ТВ». По гасянам представила такие фотографии. И из фонда, наверное, команда «Металлург». Название экспозиции говорит само за себя. «Металлург» – это мощь и победа. Команда 34 раза становилась чемпионом в состязании высшего уровня. И благодаря мотобольному клубу город «Видное» знает вся Европа. Огромная работа сделана, именно фото, документы. В команде 50 лет. И вот именно, когда смотришь первые фотографии, там вторая, третья, и по нарастающей идет. И они хорошо везде делают. Там все идет белое, в белом, а потом здесь цветная. То есть по мере того, как шло становление команды, видимо, и свет менялся. Поэтому очень приятно, что все-таки есть люди, которые помнят. Президент «Металлурга» Валерий Нефантьев в команде с момента ее основания выпускником от отделения Центрального института физкультуры до прихода в Видновский клуб играл в высшей лиге. В 70-м году у меня журнал «За рулем» на центральном стадионе «Динамо», где провел участие, с ним новое построили. Но вот именно там, где играл, где играл, журнал «Футбол», они провели зимний турнир по мотоболу. Мы играли на центральном стадионе «Динамо», наверное, на футбольном поле. Каждая фотография отражает яркие моменты в истории клуба. Динамичные кадры с матчей, сложнейшие атаки, эмоции после забитого мяча и впечатление от получения долгожданных наград и кубков. Помогали оформлять выставку заслуженные ветераны футбольной команды «Металлург», которых на протяжении многих лет объединяет дружба и стадион. Выставка красивая. Вот тут показана вся история видовского мотобола. Делано все на хорошем уровне, так сказать, приятном. Ну, вот какое-то время пройдет, да, здесь народ будет ходить, однозначно интересоваться, будет смотреть. Ну, потому что это 50 лет, это же тоже полвека нашего города, понимаете, так сказать. Вот мы тоже светильны были, когда в 1972 году возрождалось. Начинался мотобол. Мы же были, мы, команда, они мотоболисты, мы футболисты, все равно это как бы параллельно было. Мотобольная команда «Металлург» уже давно стала визитной карточкой города «Видное». Познакомиться с фотоисторией легендарного клуба можно до 16 октября. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, «Видное» ТВ.